Трактор ЦСКА Траковала хоккейная общественность и получала огромное удовольствие от того, что шоумен с великолепными хоккейными данными пополнил континентальную хоккейную лигу. И вот разминка. Сегодня Станя, отыгравший на ноль предыдущую встречу против Авангарда, не попал в заявку. Зато там Павел Дацук проведет вторую встречу. И Александр Радулов набирает очки в двух матчах подряд. На данный момент он, как и Евгений Кузнецов. Тройка у ЦСКА. Сейчас армейцы переместились в чужую зону и пытаются выйти в фазу позиционной атаки. Кваша бросает. И счет в матче открыт. В дальний угол попал Кваша. Быстрый гол. Обескураживающий гол для челябинцев. Отличилось звено, в котором выступает Павел Дацук. Интересно, что и Кваша, и Дацук – неплохие центральные нападающие. Вопрос, кто будет играть с края. Нет, между щитков. Персон выиграл вбрасывание. Причем довольно легко. А вот потом подарили шайбу армейцы сопернику Рылову. ЦСКА в полном составе. И выход один на один. Не получилось на этот раз пробить гармит. С голкипером. А мы смотрим, как армейцы презентовали шайбу челябинцам прямо перед собственными воротами. С ЦСКА четыре победы. И победы в основное время. Так что получается для ЦСКА трактор весьма неудобный коллектив. А мы смотрим подборку силовых приемов. Им стоит держаться друг от друга подальше. Атакует Челябинск. Бросок из положения лежа. Чтобы прийти в себя. С эмоциональной точки зрения. Смотрите. Кунтинова попал в соперника. Остраумно сыграл Александр Радулов. Но его остраумие не все партнеры разделяют. Передача под бросок. Ну и можно завершать. Один-один. Красиво. Первого периода. Это первое очко, которое набирает Белов в нынешнем сезоне. О том, что защитники трактора действуют в общем и целом нерезультативно. Я вам докладывал. Но вот число тех, кто набирал очки и забивал. Сакцентировали внимание на том, что Павел Дацук на тренировке команды катался в трусах. Но про трусы Павла Дацука чуть позже. Игорь Радулов мог отличиться. В дальний угол целился Гарнет со своей работой в чужой зоне. Первое звено Челябинска пытается шайбу перехватить и добивает своей цели. Бросок. И вот Брызгалов демонстрирует высокий класс. И по цене на Контиолу. Контиола. И сейф Брызгалова. Игорь Радулов. Игорь Радулов. хороший силовой прием агрессивная пошла игра в кость в корпус в первом периоде хорош был брызгалов и гарнет тоже но сейчас выстрел от был на точке и вот сейчас его передачи на рясинского приводит голу оставлял желать лучшего игра с лишним возможно сделали выводы подопечные валерия белоусова в конце концов их прорвет посмотрим бросок и гол 2 2 видите и ровный фолл и хорошее попадание также как и в случае с рясинским он игра до гола нужно попридержать что может быть больше заброшенных шайб красиво красиво можно было завершить эту комбинацию и бросок и 3 2 стилась в их зону и там настойчивы были армейцы гробовский бросил шайба 10 минут до конца периода который получается более результативным чем предыдущие два вот это спасение пас разрезающий на чисто был великолепен шайба влетела в ворота брызгалова а мы не увидели за вражеского и здесь та же история контеола выиграл в вбрасывание и костицы носа лицом в поле можно обострять пас из-за ворот и гол 4 3 трактор на предпоследней минуте третьего периода глинкин сделал передачи на по и в нынешнем сезоне традиции продолжены снова победа пятая подряд да для цска челябинск соперник крайне неудачный вот Продолжение следует...